Всех приветствую! Сборка 7368, новый игровой системный блок в корпусе Cougar 2FS. Ровно 80 тысяч рублей стоит компьютер. И мое мнение, если вы покупаете сейчас системник в пределах от 80, это игровой компьютер, то именно эта видеокарта должна у вас стоять. RTX 4060 Ti. Для нового компьютера не актуально сейчас покупать RTX 3070, RTX 3060 Ti, потому что по цене RTX 3060 Ti вы выбираете производительность 3070. В общем, новое поколение видеокарт, стали греться меньше, полный пакет DLSS 3 присутствует, и спокойно даже в 2К разрешении без каких-либо тормозов можно играть на высоких настройках графики. Но особо он компьютер в стандартном нашем типичном корпусе Cougar 2FS. Два лица, можно менять сетку вместо стекла, съемный пыльник, боковое стекло на магнитике. В общем, все как мы любим. Эти корпуса у нас не просто популярны, а чуть ли не единственные. В других даже не покупают. Вариация идет только белый, либо черный. Видеокарта RTX 4060 Ti появилась пару недель назад. Да, она 128-битная. Ну, какая разница, сколько бит, если производительность позволяет играть в 2К разрешение. Вот тест у нас 3DMark 2K сейчас идет на ультрах. И эта видеокарта по цене 42 тысячи рублей стоит. 8 гигабайт GDDR6 памяти еще и холодной. Особо ничего не потребляет, соответственно, не греется. Никаких требований ни к корпусу, ни к блоку питания не имеет. Хотя блок питания у нас стоит на 700 Вт. Deepcool PF700 с сертификатом 80+, стандарт и гарантии 3 года. Уж совсем простые блоки питания нет смысла ставить. Ну, а построенный системник на базе самого-самого популярного процессора Intel Core i5-12400F. Здесь столько высокопроизводительные ядра, никакого маркетинга, никаких энергоэффективных. Базовая частота 2.5, труба Boosty до 4.4 гонится. Этого процессора хватит для абсолютно всех задач. И даже если видеокарта у вас в 2 раза будет мощнее, процессора хватит. Это хороший игровой современный процессор. Ну, а для понимания, 3 года назад ровно был самый мощный процессор бытовой. Это Core i9-9900KS. 8 ядер 16 потоков, 5 ГГц гнался процессор в Turbo Boosty. А сейчас этот i5 вполне себе такой же в многопотоке. Вот только в однопотоке, в играх, он на 30% быстрее. Процессор холодный, потребляет 75 до 80 Вт. Хватает любого охлаждения. Главное, чтобы это была либо башня, либо водянка. Чтобы присутствовали тепловые трубки. На худой конец медный сердечник. Jones BCR 1200 на двух трубках. С теплопакетом расчетным 110 Вт. У нас стоит, соответственно, на 70-ваттная нагрузка. Вот, как мы видим в стресс-тесте, вентилятор практически не вращается. Он вращается по мере нагрева. На B760-м чипсете материнская плата. 4 слота оперативки. 2 разъема Ultra M.2 на плате. 760-й чипсет лучше работает с частотой памяти и не ограничивает в разгоне. Сейчас стоят 2 планки памяти по 8 силикон пауэр. На 3200 МГц работает двухканаля. А под нижним разъемом, верхний у нас с радиатором свободный. А внизу находится SSD-накопитель на 512 ГБ от Data Legend 800. 800-я легенда, это PCI-Express 4.0. Со скоростью чтения 3500 МБ в секунду. А ценник такой же, как у самых обычных накопителей. Тоже недавно появились. И сейчас это, наверное, самое правильное решение в плане быстрого, надежного накопителя. Тест 3DMark прошел. 12600 попугайчиков набрал. Это ровно то же значение, сколько наберет наш процессор с видеокарты RTX 3070. 3070i наберет порядка 13500-14 тысяч попугайчиков. Она побыстрее, там GDDR6X память. Ну и видеокарта стоит от 55 тысяч. В общем, в этом бюджете 4060i. Самое лучшее. А уж выбирать какую-то версию с диким количеством вентиляторов, глобальным охлаждением, смысла нет. Потому что карты холодные. А в данном случае MSI Ventus обладает и двумя вентиляторами с функцией FunStop, и тепловыми трубками. Ну и самое главное, у этого системника по кругу трехлетняя гарантия. Субтитры создавал DimaTorzok